В биофизике Института биохимии Академии Наук Украинской СССР нам удалось обнаружить очень интересное явление. Это явление коллективного движения микроорганизмов в условиях градиента электромагнитного поля высокой частоты. В условиях градиента тех же самых миллиметровых волн. Это явление мы назвали радиотаксисом. Пока что это один из очень таких хороших способов детектировать и видеть сильное информационное влияние вот этого поля. Потому что все клетки коллективно начинают двигаться в одном определенном направлении. Если включить поле, вот уже в момент такого спокойного оседания клеток, включить генератор, то эти клетки начинают вести себя как толпа в панике. Они бегут причем в неожиданном направлении. Даже при одной и той же частоте они могут в одном случае бежать вверх, например, в другом случае убегать наоборот вниз. Но что интересно, уже примерно через 7-10 минут наступает адаптация. То есть они привыкают к этому воздействию и выходят примерно на прежний уровень. И этот результат, вот как будто им дали такой удар бичом. Потом оно все выравнивается. По-другому получается, если воздействуют люди. Ну вот это, по-моему, мое воздействие, которое вообще никакое. Нет, ну тут немножко оно поднимается все-таки. Да. Да. Это средние, со средними экстрасенсорными способностями люди. Ну вот это те, которые действительно обладают... Да, это наша Валя, Валя Сергеенко. Ну как-то они туда-то возбудили, я жила. Ну вы же настроили, что возбудили. Да. Пока. Тихо. А ты уже не вступает? Нет. Я даже чувствую, приближаюсь и не начинаю. Ну начинаешь. Сейчас, мне хорошо. Как нормально, я сейчас спрятаю. Все, следоточьтесь. Установку так. Да, начали. Пятая, шестая, 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 шестая будет, да? Да. Ну мы начали, Юрий Николаевич. А? Мы в резонанс вошли вот друг к другу. И теперь этим полем мы окутываем клетки. И расстояние такое вот, то есть в этом поле ощущение такое какое-то что-то плотное, густое, такое вязкое. И у меня в ладонях ощущается, как будто что-то вот бегает живое по всей ладони. Камашки. Да. И тепло в руке, ощущается тепло даже в солнечном сплетении. И согревается все тело. Тоже опять жарко становится. Почувствовать тепло, реальное тепло, конечно, вы не можете. Но вот то, что между вами и ними есть обмен информацией, это бесспорно. Мы подали заявку на авторское свидетельство, которое так и называется, способ оценки экстраиндукторной способности. Ну почему мы назвали экстраиндукторной? Потому что способность влиять на другие объекты биологические, это более индукция. Экстра сенс, сенсор это чувствительный. То есть экстра сенсор это экстрачувствительный. А экстраиндукторный это экстравлияющий. Да, конечно. Я думаю, что можно, пожалуй, вот этот метод и положить в основу тестирования экстрасенсов. Потому что действительно мы испробовали многих людей в качестве потенциальных экстрасенсов. И у нас даже получилась такая шкала. Ну прежде всего сотрудников мы попробовали в своей лаборатории. Вот я, например, никак не могу воздействовать на клетки. Алена Игоревна немного может. Но, конечно, вот Валентина Фёдоровна Сергеенко, она действует исключительно. Вот по той шкале, которая у нас получилась, у неё воздействие равно 180 условных единиц. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok